Так, всем привет! Сейчас очень коротенькое видео, покажу обзор, что можно взять в фудбанке. Вот, сегодня Ваня решил сходить, посмотреть, что и как. В общем, ничего такого постыдного в этом нет, потому что приехал в новую страну, на новую РА. Бесплатно! Да, и бесплатно куча еды, больше половины стола в этом еде. Даня под впечатлением, он просто не подумает, как дать, да? Как это возможно? В Украине ты не дождёшься, наверное, такого. В общем, приехал в новую страну, идя на новую работу, и как бы деньги свои привезённые заканчиваются быстро, работая на минималку, особо сильно не разгонишься. Вот, поэтому для Нью-Камеронов это довольно такой неплохой вариант и помощь. Имея детей, семью, как бы, вот, какой-то поход в маркет оходит в нормальную сумму. Поэтому такой наборчик относительно можно, может выручить на первое время. Давайте покажу, что здесь. Вот такой вот наборчик продуктов можно получить в фудбанке раз в месяц. Это на семью из трёх человек, во взрослых и ребёнок. В общем, как по мне, то, так как это бесплатная помощь, то довольно неплохо. Ну, что-то сильно рассказывать не буду, что здесь, потому что я, на самом деле, до сих пор ещё сама не всё рассмотрела. Только пришла с работы, в фудбанк ходил муж. Вот, так, если вкратце, то, что я вот вижу, я вижу здесь хлебушек. Кстати, надо посмотреть по датам, потому что, так понимаю, многие даты подходят к окончанию. Ну, и поэтому надо так, чтобы съесть и при этом остаться в живых. Хлебушек, гранола, вот с шоколадом, то, что я люблю. Право, что надо не люблю, но, как бы, знаете, довольно неплохо бесплатно. Вот, такой ланч-наборчик с салями, с салями хлебушек. Да, Даньке заправил шоколад. Да, Даньке заправил шоколад. Я, если что, я обожаю колбаску. Обожаешь, да. Ну, какие-то супчики готовы, заправки суп. Я так не поняла, вот это не поняла, что за холодный кофе какой-то напиток. Йогурт, точно такой же видела в магазине, и, кстати, он довольно хорошая марка. Так, что тут ещё у нас? Сыр, органик, чиз, 2%. Йогурты, активия, вот такой. Это какие-то макарошки, спагетти, не знаю, что, честно. Похоже на какие-то конфеты, либо корошок, желе, наверное, желе, точно. Рис, рис, опять какие-то макарошки. А, лазанья, да, ну, вот такая вот лазанья детская. Масло, сливочное, кстати, это даже не спред, масло. Отлично, потому что оно, как бы, стоит, ну, чуть дороже, чем в Украине, поэтому неплохо. Свиные ребра. Ну, какой-то фарш. Вот такие вот штучки, кстати, тоже неплохо брать, как снэк. Это как в Украине. Да, мы в Украине любили, как в Украине. То есть такой вот крекер и сырочек. Что-то, какая-то консерва, я не поняла, что еще. В общем, так вот. Бисквит. Вот это вот бисквит. Паста, бунхи для гамбургеров. Вот. Потом что? Еще вин хлебушек. Банка чего-то, вот. А, кукуруза. Корм свит. Кукуруза. Это у нас, это что-то, а, фасоль вроде, да, фасоль в сиропе, интересно, в сиропе, клинок. А, сок. Нет, лимонад. Лимонад. Опять булочки какие-то. И баночки, вот, баночки чего-то там. Какие-то вот соус томатный. Это у нас овощи. Чикен. Это чикен мудл, что ли, паста, или что? Мудл, детская, детская паста в томатном сухи все. Это у нас, что это? Какое-то молоко, что ли? Банки, интересно. Король и молоко. И горох, тоже сладкий. Мы построим башенку. В общем, вот так вот. В принципе, если совсем туго, вы только приехали, с голоду вам умереть, я думаю, они дадут. Сходить и... Сами простой наборчик, вот, получить. Вот так вот Канада заботится о всех нуждающихся, так сказать. У меня, наверное, Канада, если еще чуть-чуть построить, то тогда понадобится.